И в продолжении темы экономики. Нынешний четверг ознаменовался важным событием на валютном рынке. Доллар и евро после продолжительного падения начали снова дорожать. В моменте прирост по отношению к рублю составлял более шести пунктов. Что это? Крутковременный эпизод или долгосрочная тенденция? Об этом в нашем следующем материале. Уже второй месяц, как национальная валюта, продолжает свое ралли по укреплению. В итоге были отыграны не только позиции на момент середины февраля, но и более того, рубль добрался до показателей 2018 года, а по отношению к евро и вовсе семилетней давности. Однако многие экономисты подчеркивают, что этот курс довольно условный. Если нет свободного участия субъектов рынка в процессе покупки и продажи валюты, соответственно, мы не можем говорить о том, что курс рубля сейчас устанавливается именно рыночным способом. Когда же доллар стал стоить и вовсе по 55 рублей, то даже проправительственные эксперты заговорили, что укрепление национальной валюты достигло критического предела. Если процесс не остановить, то проблемы возникнут как с наполнением федерального бюджета, так и с экспортной продукцией, которая станет менее конкурентоспособной. В итоге, после ряда заявлений в Кремле, а также снижения учетной ставки Центробанком до 11%, процесс действительно развернулся на 180 градусов. Рубль начал дешеветь. Вопрос только в том, до каких показателей? Здесь надо работать очень тонко, используя тонкие механизмы наладки этой ситуации. Я бы сейчас поступил бы так. Вот держал бы курс доллара на том уровне, который был до 24 февраля. Пожил бы так год примерно, а этот год бы показал, что и как. Таким образом, не исключено, что рубль действительно вернется к зимним показателям. И уж едва ли к тем самым преснопамятным ценникам в 120-130 за доллар. Иначе все антикризисные меры федерального правительства будут сведены на нет. И все придется начинать заново. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!